Привет, дорогие друзья! Это Академия Эйбрам Алик Сунг. Сегодня я вам покажу картину. Она сюжетная, называется «Ватопад цивилизации времени». Посмотрите. Вы видите композицию. Ватопад. Где меняются времени цивилизации. Видите разрушение храмов, артектуры. И новое время, которое меняется каждый раз. Здесь и древнегреческое. Ну, вы сами его видите. Видите, и восточное. Что-то из Майя. Вот даже шапка Мономаха. И современная тоже. Вот в чем разница, ребята, я хочу вам объяснить, между просто школой и Академией. Когда вы занимаетесь в школе, вы пишете портрет, пейзаж, натюрморт. Учитесь рисовать. А в Академии вы научитесь философским мышлением. Ваши знания, которые вы имеете, обучаясь в Академии, вы можете делать сюжетные, исторические, мифологические. То есть, близко к шедеврам, картинам. Но я показываю вам детали, чтобы просто вы получили от этого удовольствие. Вот, и чаша Граали есть тоже. Греческие скульптуры. Они исчезают. Видите, как воздух меняется здесь. И что-то связано с цивилизацией Майя и Индии. Смотрите, какая прекрасная группа здесь. Вот, прошедшая и будущее нашей цивилизации, ребята. Вот, чему я хочу в одной зачете. Работа не закончена, я еще буду дорабатывать. Можете посмотреть еще раз. Я показываю детали, потому что наша Академия исключительно для художников и для людей, любящих искусство. А люди, которые не понимают это, они даже не заходят, не смотрят. Поэтому я вам подробно показываю каждую деталь. Посмотрите, какой прекрасный рисунок скульптуры и с индийскими вариантами, пообратите внимание, видите. Ну, здесь еще Майя, здесь еще Восток. Все связано. Посмотрите, какая скульптура. Громадная вещь. Художники называют свои работы вещами. Как Репин, как Крамской. Ну, вот, видите. Поэтому Академия – это всегда будет высшая школа, консерватированная школа живописи. Поэтому разные, когда вам показывают, не ломайте голову на ненужных вещах. Заходите прямо в Академию Эбрам Алик Сунг, и вы получите то, что вообще вы не видели. Это вот близко к шедеврам. Художник всегда пишет, можно сказать, о себе. Что он чувствует? Что он думает? Какие мысли у него? Что он прочитал? И вообще информацию, которую он получил за все время своей жизни, он показывает, он хочет показать свой мир на картине. Я не отхожу, я хочу вам показывать детали, а вы сами судите. Вот так, ребята. еще раз повторю, эта картина называется «Водопад цивилизации времени». Когда время идет, многие цивилизации разрушаются, и многие появляются обратно. Вот так вот наш мир существует. я думаю, вам понравилась картина, когда я закончу, я вам покажу. Здесь и есть эротика, здесь и есть, значит, танцы вы видите. Независимо, какой это танец, неважно, это куртизанка, неважно, это клоунада, может быть, какая-нибудь, но это неважно. Главное, что вы видите саму картину, смысл которой я вам сказал. Заходите на мой канал и получайте удовольствие от того, что я делаю. пока, ребята.